10 сентября 1972 года. Мы в Мюнхене, где проходят 20-е летние Олимпийские игры. И финальный матч баскетбольного турнира между СССР и США дошел до своей кульминации. Остается 3 секунды и советская сборная уступает 1 очко. Но перед тем, как игроки совершат розыгрыш, мы должны понять, что это значит для всей страны и для баскетбола в целом. Мы должны вспомнить соотношение сторон, тактики обеих команд и почему итог этого матча является одним из самых неоднозначных в истории всего спорта. Давайте отмотаем историю. Итак, что мы видим? Довольно ожидаемая картина. Сборная США ведет со счетом 50-49. Так ведь было всегда, верно? С тех пор, как американский преподаватель Джеймс Нейсмит в 1891 году придумал баскетбол, прошло уже почти 100 лет. Но сборная США до сих пор была непобедима. Оно и понятно почему. Баскетбол был одним из самых популярных видов спорта в Америке. В каждой школе, в каждом дворе были баскетбольные кольца. В баскетбол начинали играть с самого детства. В 1936 баскетбол впервые стал частью Олимпийских игр. И надо сказать, что американцы подходили к этим играм довольно серьезно. Сборная США не проиграла еще ни одного матча на Олимпийских турнирах. 63 победы, 0 поражений. И вполне понятно, почему в 64-й игре они ведут в счете. Однако, как бы идеально не были американцы, все же сборная СССР тоже была не последней командой. На тот момент советские баскетболисты были сильнейшими в Европе и вторыми в мире. С другой стороны, есть нюанс, о котором не часто вспоминают. В те годы Олимпийские игры были организацией любительского спорта. То есть в играх нельзя было участвовать профессионалам, которые получают деньги за свои выступления. Это привело к довольно несправедливой ситуации, при которой игроки МБА не могли принять участие в играх, а советские профессионалы могли. Баскетболисты СССР формально были членами различных государственных организаций, таких как армия, ЦСКА или милиция, Динамо. Хотя фактически баскетбол был их основным видом деятельности. Да, советская сборная была второй в мире. Неизменно они завоевывали серебро. Отечка произошла только в Мехико. И это имело свои последствия. На Олимпийских играх 68-го года сборная СССР завоевывает бронзу. А потом на чемпионате мира по баскетболу в 70-го года тоже оказывается третий. Тогда это считалось провалом. Несколько неудач подряд приводят к отстранению главного тренера Александра Гомельского, который тренировал сборную почти 10 лет. На его место назначили тогдашнего тренера ленинградского Спартака Владимира Кондрашина. Как оказалось, это было правильное решение. Ошибки Гомельского были учтены и хорошо проработаны. Уже в 70-м на Универсиаде в Италии советская сборная завоевывает золото. А также на чемпионате Европы 71-го тоже становится чемпионом. Взгляды на игру Гомельского и Кондрашина кардинально отличались. Главное отличие было в тактике, причем как в защите, так и в нападении. Ключевым изменением стало ускорение темпа. В те времена на атаку давалось 30 секунд, а не 24, как сейчас. И тренерам было решено в среднем на атаку тратить 17-19 секунд. По тем временам это был очень быстрый баскетбол. Для большинства команд того олимпийского турнира такой темп был очень неудобен. Сборная США обычно показывала атакующий баскетбол. Но в этот раз команда поменяла свою тактику на 180 градусов, решив играть оборонительно. Главный герой таких изменений стал тренер Хэнк Айба. Айба был человек старой закалки. Родившись в 1904 году, он пережил Великую депрессию, Вторую мировую войну и Карибский кризис. Он был поборником строжайшей дисциплины. Айба категорически не хотел проводить тренировочные сборы в больших городах, мотивируя это большим количеством соблазнов для молодых игроков. Поэтому сборы проходили в маленьких деревушках. Первый сбор вообще организовали на базе военно-воздушных сил США в штате Колорадо. При этом баскетболистам запрещалось арендовать автомобили, а общественный транспорт туда не ходил. Диктаторские замашки оказались вредны для молодого поколения баскетболистов США. Они провели свою юность в свободных 60-х. После первых сборов на военной базе из сборной ушел сильнейший игрок студенческого баскетбола Билл Уолтон. Он просто не приехал на следующие сборы, сказав при этом в интервью, «В тюрьме я жить не согласен и не буду». Это была огромная потеря, ведь Уолтон в итоге провел блестящую карьеру. Также в Мюнхен не поехал выдающийся игрок Джулиус Ирвинг. Он только задрафтовался в апреле 1972 года и уже не мог принять участие в Олимпийских играх. Психологическое состояние сборной США было не самое лучшее. Игроки провели в военных казармах 5 месяцев и было сложно сказать, что они получали удовольствие от игры. В отличие от сборной СССР, все игроки советской сборной сходились в одном. Игра в баскетбол того периода доставляла им удовольствие. Никто не работал с под палки, игроки абсолютно доверяли тактическому чутью своего тренера. Так что команда СССР превзошла США в мотивации. Но это не было главной ошибкой американского тренера. Одним из важнейших правил Айба было в позиционном нападении можно атаковать кольцо только после пятой передачи. Это очень обедняло индивидуальное мастерство американских игроков. И сейчас будет немножко сложно, не отключайтесь, постарайтесь понять. 11 из 12 игроков сборной США были игроками колледжей. А в те годы по правилам колледжного баскетбола не было ограничений по времени на атаку. Фактически, атака одной команды могла длиться до конца игры. В отличие от правил ФИБА, в олимпийском турнире на одну атаку давалось 30 секунд. Американские игроки привыкли играть в гораздо медленный баскетбол. И СССР со своим быстрым темпом опять был в выигрыше. И еще одна вещь. Тренер Кондрашен по возрасту и по занятости был на пике своей формы. А 71-летний Хэнк Айба уже 4 года никого не тренировал. Сборная СССР, проведя 5 тренировочных сборов и 12 товарищеских матчей, была полностью готова и отправилась в Мюнхен. Олимпийский турнир проходил по плану. Американская сборная без проблем добралась до финала, так же как и советская. Единственная команда, которая заставила попотеть СССР, это была Куба в полуфинале. Ну и с ней удалось справиться. Вся Олимпиада в целом складывалась очень удачно для СССР. Ближе к концу всем стало ясно, что в медальном зачете советская сборная будет на первом месте. У США оставался последний шанс избежать осуждения на родине, победой в финале баскетбольного турнира. Так вроде про все сказал, тактика, тренеры. Ах да, холодная война. Хоть время Брежнева было некой разрядкой в отношениях между СССР и США, но все же противостояние никто не отменял. Оно шло не с помощью ракет и автоматов, а на международных спортивных соревнованиях. Только что отгремела первая половина хоккейной суперсерии между Канадой и СССР. Канада ведь тоже была частью западного мира. Была и прискорбная сторона этого противостояния. После печально известного теракта, совершенного над израильскими спортсменами, на Олимпийском стадионе была проведена панихида по погибшим. Пожалуй, единственная делегация, ни один член из которой не присутствовал, это была делегация СССР. Руководство страны решило никого на церемонию не отправлять, так как Советский Союз не признавал государство Израиль. Таким образом, наши спортсмены были лишены возможности выразить свои чувства и соболезнования по поводу гибели израильских спортсменов и тренеров. Состояние было гнетущим, но все же матч надо было играть. Начало матча было запланировано на 23.45 по мюнхенскому времени. Это было сделано в угоду жителям США. При разнице в 6 часов, американцы как раз могли посмотреть матч в прямом эфире, вернувшись с работы. А интерес к матчу был огромный. Арена вмещала в себя 12 тысяч посадочных мест, но на финал смогли просочиться еще 2000 человек и смотрели стоя. Все готово к матчу. И тут, наверное, стоит сказать, что несмотря на тренерский талант и изменения в тактике, в сборной СССР были еще и хорошие игроки. Лучшие игроки того времени. В первую очередь, это Сергей Белов. Начиная с первого года выступления за сборную, он становится одним из ее самых результативных игроков. Белов постоянно тренировал свой бросок. Отрабатывал приемы по сотне раз. Ежедневно. Его можно было назвать лучшим советским баскетболистом своего поколения. Настоящая звезда чемпионата СССР. Александр Белов. Кстати, не родственник Сергею Белову, просто однофамилец. Невероятно прыгучий. Имел высочайший баскетбольный интеллект. Зурабса Канделидзе. Обладал отличными скоростными качествами. Умел сплачивать партнеров по команде. Модестас Паулаускас. Был капитаном сборной. Он мог в 2-3 слова сказать партнерам, что делать и как играть, чтобы добиться победы. Но впервые в олимпийском турнире он не появился в стартовой пятерке. Вместо него тренер выставил Михаила Коркию. И это было не случайность. Коркия был гораздо быстрее Модестаса. И план Кондрашина был убежать от американцев в быстрый прорыв или раннее нападение. Первые минуты проходили под полным доминированием сборной СССР. К середине первого тайма преимущество советской сборной уже стало двузначным. Но к перерыву американцы смогли сократить разницу до 5 очков. Наши игроки шли в раздевалку с высоко поднятыми головами. Они переиграли американцев по всем статьям. Сергей Белов успел забить 13 очков за первую половину. Это больше, чем кто-либо из обеих команд. Во втором тайме советские игроки опять начали отрываться от команды США. В одном из эпизодов Михаил Коркия и Дуэйн Джонс при подборе не поделили мяч. И произошла потасовка. Судья принял довольно жесткое решение. Он удалил обоих игроков с площадки. Таким образом сборная США потеряла лучшего центрового. А советская сборная хорошего нападающего. За 10 минут до конца матча разница была плюс 10 в пользу СССР. По такой малорезультативной игре преимущество колоссальное. Но в конце сыграло волнение. Игроки стали промахиваться с игры. Делать потери. И не забили большое количество штрафных бросков. А сборная США за несколько минут до конца игры уговорила тренера сменить тактику. И он сдался. Теперь американцы сделали расчет на атакующий баскетбол. В итоге им удалось сократить отставание до минимума. Последние 36 секунд. Владение советской сборной. Надо держать мяч до конца. На исходе времени владения Александр Белов делает бросок. Получает блокшот, но при этом ловит мяч обратно. Время на атаку пошло заново. Это победа. Надо было просто додержать мяч у себя. Но Александр совершает роковую ошибку. Он делает диагональный пас, который перехватывает Даг Коллинз. Зураб Саканделидзе совершает фол. Это было единственное правильное решение. Ведь только фол мог остановить время. И тут начинаются знаменитые 3 секунды. Я бы даже сказал THE 3 секунды. Американский игрок реализует два важнейших штрафных броска для своей сборной. Сразу после забитого мяча Коллинза советские игроки совершают ввод мяча. И тут же игра прерывается. Оказывается, тренер Кондрашин взял тайм-аут. Еще до того, как мяч был введен в игру. В те годы взять тайм-аут можно было благодаря специальной кнопке. Но лампочка на столике судей либо не зажглась, либо в порыве игры ее просто не заметили. Это была судейская ошибка. И они должны были вернуть оставшиеся 3 секунды на табло. Но рефери из-за того, что они были разных национальностей, с трудом понимали друг друга. И произошла заминка. Нужное время забыли установить. Поэтому при втором вводе мяча, сирена прозвучала буквально сразу, как мяч попал в руки советскому игроку. Игроки США празднуют победу. Но все еще не закончено. Судьи уверяют, что произошла техническая ошибка. И советская сборная не сыграла положенные им 3 секунды. Не сразу, но все-таки американские игроки вышли на площадку доигрывать матч. И перед самым вводом мяча произошел очень примечательный момент. Судья очертил линию и напомнил защитнику американской команды, что нельзя пересекать это пространство. Но он неправильно понял этот жест, решив, что ему было сказано отойти. И у Ивана Едешко оказалось свободное пространство, чтобы сделать длинный пас. До начала этого матча никто не мог подумать, что США способны кому-либо проиграть. С течением многих обстоятельств, таких как смена советского тренера, с его новыми взглядами на баскетбол, более свободная и дружелюбная атмосфера в команде и ряд выдающихся игроков, привели к тому, что СССР на протяжении финальной игры выглядели фаворитами. Весь матч советская сборная была впереди. И, пожалуй, больше заслужила победу. Правда, кого это волнует, если американцы все-таки вышли вперед за 3 секунды до сирены? Холодная война была в головах людей по обе стороны Атлантики. И США не могли упустить победу в виде спорта, в котором они не проигрывали ни разу в олимпийских турнирах. Но две технические ошибки дали Александру Белову шанс исправить свою роковую ошибку и возможность впервые обыграть родоначальников баскетбола. Итак, 3 секунды. Добро пожаловать в «Момент в истории». Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч! Победа! И, конечно же, на этом все не закончилось. Вручение медалей должно было состояться этой же ночью, сразу после матча. Но уже в раздевалке советская сборная узнала, что американцы подали протест. Было объявлено, что немедленно начнется заседание апелляционно в жюри. Настроение игроков сразу поменялось. От бурной радости к молчаливой апатии. Вот эти фотографии, которые запечатлели этот исторический момент. В жюри входило 5 человек. Они заседали до 4 часов утра. Только после этого решили отдохнуть и перенесли рассмотрение на 8.30. Ждать не было смысла, и обе сборные отправились в Олимпийскую деревню. Решение жюри было готово только к 10 утра. Игроки узнали, что команда СССР все-таки победила. И нужно сказать, что решения о переигровке 3 секунд в первом и во втором случаях не были притянуты за уши, а полностью соответствовали букве правил ФИБА. Случилось две судейские ошибки, никак не связанные с действиями советской сборной. Правда, это никак не убедило команду США. В этот же день прошло награждение спортсменов, и американские баскетболисты на церемонию не явились. Серебряные медали до сих пор находятся в музее Олимпийских игр в Лозане. Субтитры создавал DimaTorzok